Добро пожаловать на еженедельную программу Тандер Шоу! Оставляя искромётный комментарий, обязательно сразу указывайте свой игровой никнейм с учётом регистра, чтобы мы могли найти вас и зачислить награду. В этом выпуске повержен, но не сломлен, везение в квадрате, прямое попадание, в тихом омуте, мал да удал. Начинаем Тандер Шоу! Как мы уже выяснили, упавший самолёт — ещё не безвредная мишень, особенно если у него есть турель. Брамис Адвенчерс знает, как принести максимум пользы команде на повреждённой машине. Упав прямо перед вражеской зениткой, он, не теряя ни секунды, берёт управление бортстрелком и превращает грузовичок в решето. Вот уж точно, повержен, но не сломлен. 5000 орлов направляются на счёт победителя. Поздравляем! Согласитесь, приятно, когда выстрел на удачу через всю карту оборачивается фрагом. Лучше может быть, только если подобный выстрел приносит сразу два фрага. Прямо как в ролике «Албайно», который послал снаряд в сторону предполагаемого расположения противника и нанизал на него сразу две машины. Настоящее везение в квадрате! А может и в кубе? Ведь 5000 орлов улетают на счёт победителя. Обычно сбить самолёт крупнокалиберным фугасом можно лишь попав рядом с пролетающей машиной. С такой баллистикой на прямые попадания лучше и не рассчитывать, но Ибрахим Домнес – парень меткий и верящий в свои силы. На своём штурмпанзере он смело посылает снаряд вдогонку улетающему врагу и, представьте себе, попадает. Нужно ли говорить, что подобный снаряд разорвал самолёт на кусочки? А ещё он принёс Ибрахиму Домнесу 5000 золотых орлов. На карте Кубань маленькое озеро в верхнем левом углу не очень популярно среди игроков. И действительно, ведь съезд к нему только один с каждой стороны. Можно подкараулить на выходе. Но Айрон Киви знает, что делает. В расчёте на самоуверенность противника он использует водомёты, установленные на БМП, чтобы проплыть по озеру мимо простреливаемой территории, выезжает позади вражеских позиций и спокойно расстреливает встреченные танки в корму и борта. В тихих омутах War Thunder вводятся ребята поопаснее черти. Айрон Киви, поздравляем с победой! Держи свою голду! Чтобы отбиться от вражеских вертолётов, необходимо либо ловко уклоняться от огня, либо скрываться в складках местности, держась как можно ближе к земле. Резак использует сразу оба приёма на все 100%. Количество ракет, пущенных в нашего героя и не попавших в него, поражает. Равно как и его навыки ближнего боя, с явно превосходящим по возможностям ударным вертолётом. Резак, спасибо за видео! Присылай ещё! Резак, спасибо за просмотр! Резак, спасибо за просмотр!